Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. В музыке. Но я считаю, что продюсер это такое же, когда ты чего-то добился, чего-то многого спродюсировал в этой жизни. Что ты... Скажи, пожалуйста, вот не так давно появились песни. Они давно появились. Вот. Расскажи, когда они появились и почему вот они... Я же ведь со Стёпом назывался в альбом, который называется «И этот запел». Это второй альбом. Первый был, он назывался «Об этом». Это в 16-м году у тебя первый был, да? Да, в 16-м году был. И мы так просто, можно сказать, баловались. Кто мы? Расскажи, кто мы. Хоккеисты, КВНщики, телевизионщики. Да так получилось всё случайно, если рассказать мою историю музыкального творчества. Давай. Ну, в 5 лет ты пошёл в музыкальную школу, Челябинск... Видите, вы всё знаете. Ну, конечно. 7 лет, 7 лет или 5 лет это было либо хоккей, либо это музыка. И туда победил хоккей. Победил хоккей, ушёл в хоккей. В 13 лет вышел, спел песни на конкурсе «Золотой микрофон» в Челябинске. На международный конкурс занял второе место. С музыкой шёл по жизни, играл в хоккей, но с музыкой шёл по жизни. Ну, играли в КВН, у меня со временем группа в Челябинске была. Я там пытался создавать, пытался парней перевезти в Москву. Слушай, а что за группа? Вы, кстати, не так много информации. Да мы назывались группа «Туман» почему-то. Не свинцовый, простой. Нет, простой попсовый «Туман». А это там, типа, был креатив, нас было двое парней. Это был дуэт. Это был дуэт, да, типа «Чай вдвоём». Или «Кармен». Нет, 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 типа «Чай вдвоём» такая была история. Вот, и я организовал ещё группу с живыми музыкантами, мы работали лайфом. Вот, но почему-то «Туман» типа «Фишка ту, два, мэн, мужчины». Ну, короче, какая-то ерунда из этого всего получилась. Никто дальше не захотел работать, они до сих пор в Челябинске, я не знаю, как у них там складывается судьба. Я поехал в Москву, ну, конечно, меня актёрская деятельность перетянула больше. И я благодаря актёрской деятельности возобновил музыкальную историю. То есть если бы не актёрская деятельность, если бы не медийность, типа, боюсь, правда, это действительно так и есть, но кто бы я тогда был бы там и лез бы с музыкой со своей? Так было бы неправильно, неинтересно. Но, с другой стороны, ты как разносторонний человек, скорее всего, когда-нибудь вспомнил бы об этом и, ну, как минимум, в караоке бы точно пел, вот признайся. Я в караоке всегда пел, и до того, как возобновить музыкальную историю, я в караоке пел, я и сейчас пою в караоке. Что у тебя, коронка? Последнее время Михаил Бублик у меня, коронки все. Будет светло? Я сам тебя выдумал, сам тебя выдумал. Миша, Стас Ярушин поёт твои песни в караоке. Мне безумно нравится, я бы познакомился с этим человеком, потому что мы на концерты ходили, и, конечно... Да мне нравится в наших артистах искренность, в первую очередь. Если есть искренность, а и правда, и тот материал, который музыкальный пишут, и дают со сцены, если он правдивый, то я верю, и мне это нравится. Кто пишет твои песни? Сам пишу. Вот, как это началось? В основном сам пишу, и пишет, конечно, мой папа много ещё. Ну, у нас такие коллаборации, можно сказать, с ним получается. Слушай, ну, последний альбом, который называется «Этот запел», там 90% моего материала, одна песня папина, и там пару песен моих друзей, и всё. Я... Нет, мне, конечно, присылают разную музыку, постоянно на почту мне шлют, и стараются, может быть, чем-то удивить, стараются, может быть, что-то новое преподнести, но пока ещё никто, можно сказать, не вкатил, потому что, ну, у меня какой-то определённый свой... какой-то свой стиль и какая-то своя внутренняя история, если я слышу, что она мне подходит, да, если мне не нравится, даже если там будет какой-то хит, но мне не нравится, я не буду его петь. Быстро сочиняешь вообще, как у тебя? Да, по-разному. Вот Светка моя, которая прозвучала только что, я сочинил там её на площадке сериала «Универ». Что сказала Алёна по поводу Светки, почему? Да, я не, Алёна, мудрая женщина, она ерундой-то не будет заниматься. Знаешь, как, Ром, получилось, я шёл по площадке сериала «Универ» и слышу на гитаре режиссёра Бринчита. Я подхожу, говорю, что ты играешь, там четыре аккорда, я говорю, подожди, ну-ка, один-ка выбери, а вот теперь сыграешь всё в круг, такая дворовая история песня получается. Но Светка вообще, Кулакова, это мне изначально спрашивают, почему Кулакова? Ну, там длительная история, я спел в детстве песню про Кулакову, вот тогда ты пожалеешь Кулакова, что мне свой портфель носить не доверял, а что за парту одной ты сидел не со мной, так много о себе воображала. Занял с этой песней детской, там, второе место, следующий год, через год я спел песню, я прошу её опять Кулакова дать списать, она сидит мне шелохнётся, и на мою беду плевать. И вот дальше вы стали спрашивать, а откуда Кулакова, кто такая, что, почему? Вымышленный персонаж. Да, вымышленный. Я понял, что нужно написать третью серию. Написал третью серию, слова придумал в машине, там, за 10 минут буквально, и песня быстро сложилась. Мы сейчас сделаем небольшую паузу в разговоре и послушаем кое-что из творчества другого артиста. Это Наталья Подольская. Друзья, оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Стас Ярушин сегодня у нас в гостях. Ещё продолжим. В новогодней студии телерадиоканала «Страна.ФМ» Стас Ярушин, да, запускает «Снежинки». Смотри, руки не отморозь. Я специально посадил тебя вот здесь, чтобы сосульки на тебя не упали. У нас, ты тоже, понимаешь, Дедушка Мороз приходил, всё украсил. Красивая студия, на самом деле. Вот приятно, вот действительно, это, я вам искренне говорю, комфортно. Спасибо. Скажи, кто красоту у тебя в клипах наводит? Ооо. Да. Красоту у меня вообще компания. То есть ты нанимаешь, сам не суёшься, говоришь, вот, ребят, есть песня. И я познакомился с классными ребятами из города Краснодара. Я попробовал снять клип сначала «Один в Москве», он называется «Об этом», самый первый клип, да. И Краснодар обратился потом к ребятам, которые очень круто работают, и там дешевле тупо. И там не надо ставить свет. Там есть большое светило. В этом плане, да. Да, потому что вот светку мы снимали там в районе Левкаде, и клип 100 километров от Краснодара. Там ребят профессионально работают, даже не лезут, не суюсь, там делают от и до, и очень круто, очень качественно. У нас слово «Москва» стало каким-то, знаете, я не знаю, трендом, что ли. Если человек в Москве, значит, всё, он круто должен делать. Да нет, ну не все круто там делают, ну, клип. Нет, ребята из Москвы хорошо всё сделали, всё прекрасно. Но я потом сталкивался с тем, что, ну, просто, видимо, если человек живёт в Москве, значит, он круто должен делать. Нет. В Краснодаре прекрасно делают ребята, и следующий клип я опять буду снимать там, в Краснодаре. Сейчас они, знаешь, как ликуют, они смотрят, слушают нас через интернет. Да, они не смотрят, не слушают, они заняты, у них постоянно каждый день съёмки. Откуда ты знаешь, да, ребят? Друзья, Стас Ярушин у нас в гостях, и мы говорим о музыке, говорим о клипах, говорим, наверное, о телевидении. Какие-то проекты у тебя, что... У меня вообще этот год и прям заканчивается очень мощно, да. Но всё, чем я занимаюсь, можно так подытожить, сказать одним словом, это творчество. Потому что когда и этот типа запел, да, ну почему... А почему нет? Певцы снимаются в кино, но почему актёры не могут петь? Да, это всегда было, есть и будет, но там Михаил Боярский всю жизнь пел, да, каким он там был потрясающим актёром, в свои годы он пел. Я себя не сравниваю с теми великими людьми, как Андриана Челентана, ну пожалуйста, я актёр и певец, но почему это уже круто всё? Это в конце концов Рева поёт. Ну, да, отдельная история. Поэтому Сашка, да, поёт. Да многих кто поёт у нас. Поэтому вы даже многих не знаете, кто и поёт. Это хорошо или плохо, что мы... Да, это хорошо, но это творчество. Самое главное, что если ты поёшь, пой хотя бы в тональности и живьём. Вот так я могу сказать. Скажи, пожалуйста, будет ли когда-нибудь, может, вы задумывались, с Папой Серёжей совместный трек? Вот всё-таки Папу... Да не, Папа Серёжа не надо. Папа Серёжа пишет хорошо, замечательно тексты. Я написал буквально три дня назад композицию «Музыка моя» и «Слава Папина». Мы записали недавно в студии. Я пишу третий альбам уже потихонечку. И когда же ты его закончишь? Я думаю, что весной, потому что у нас такая глобальная история. И музыкально именно весной я хочу выпустить альбом. Хотелось бы в планах нам снять концерт именно в городе Краснодар. Именно лайв-концерт, именно живой концерт, именно бесплатный концерт для людей. Не скажу пока где, но постараемся сейчас вести переговоры, чтобы это было красиво и здорово. А вот снять несколько клипов, вот пока так. Это всё весной? Это всё весной, ну а сейчас нет смысла. Во-первых, Новый год. Очень продуктивно, слушай, это лето у тебя много. Да, и я думаю, что наоборот, зимой закладываются все базы. Весной людям как раз под настроение было интересно. Я вот клип посидел, дальше пошёл, мы выпустили. Но сейчас под зиму немножко, хотя он более весенний такой. Спасибо, что вы его показываете и крутите. На здоровье, друзья. Небольшая форуза, после которой вернёмся к общению со Стасом. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Стас Ярушин, который пришёл в гости, что-то выискивает в смартфоне. Но вообще он у нас в гостях. Мы, кстати, с тобой поговорили о музыке. Давай поговорим о твоих актёрских проектах. Что ждать нам? Расскажи. Ну, ждать всегда стоит, конечно, нового сезона сериала «Универ», потому что это такая бесконечная история. И даже последний сезон, назовём крайний, как любят говорить, актёры, который был сейчас в эфире, опять очень хорошо прошёл на народ. И причём сезон интересный был, мне все рассказали, там друзья, знакомые, что им всем понравилось. Вот. Вчера у меня состоялась ещё одна интересная штука, премьера. Так. Давай по-другому. Я просто об этом, я не знаю, почему я так, такую паузу с паузами говорю, я даже не знаю, как об этом сказать. Если вы слышали о таком иммерсивном шоу «Вернувшийся», который в Москве. Ты не слышал, Ром? Я пытаюсь это слово проанализировать. Ты исходи обязательно. Это иммерсивное шоу «Вернувшийся». У меня сейчас состоялась премьера, в которой я готовился на протяжении трёх-четырёх месяцев. Ну что там, расскажи вот так вот. Заинтересуй нас, чтобы мы пошли, прям, чтобы мы побежали, Стас. Там особняк. Это уже хорошо. «Дома Алвингов». В общем, спектакль по пьесе известного норвежского писателя Генриха Ипсона, называется «Привидение». Вот. И всё, кто из нас знаком с этой пьесой, это старая вообще история, нашумевшая. всё это действие происходит вот в этом доме, в доме Алвингов. Это иммерсивное шоу, где огромное количество людей приходит в масках, но актёры перед тобой, естественно, без масок, и они тебе представляют всё это действие. Ты ходишь по дому, там, трёх-четырёхэтажный дом. Это, получается, ты внутри проекта. Да, вы, вы можете, вы придёте, приходите в масках, вы являетесь внутри, вас может актёр взять, что-то с вами там, сыграть какую-то историю. Вы можете что-то сами сделать. Вы можете потрогать реквизит, взять, только положить его обратно на место. Вчера кто-то взял и письмо положил в другое место, и я его долго ходил, искал. Вот люди такие, понимаешь? Правила им объясняешь, они не понимают. Люди волнуются, понимаешь? Люди приходят к искусству. А что на вас-то? Причаститься, да. Пришли, посмотрели, взяли листок, ну хорошо, полистали книгу, ну положить на место. Сколько длится это по времени? Три часа. Три часа, то есть можно... Два, 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 два сорок, где-то два пятьдесят. В интернете можно найти на твоем сайте информацию об этом? Ну у меня сайта нету. Вот. Есть это Дашков 5, пожалуйста, Переулок, Дашков Переулок 5, есть такой даже сайт. Там всю информацию можно найти. Это прекрасно, это... Я не знаю, как сейчас... Я не могу в хорошем смысле этого слова посмотреть на театр, потому что там театр в 360 градусов, я его называю. Это не... это другое немножко. Это я только сегодня осознал с утра, насколько это круто. Театр 3D такой получается? Да, насколько это... Это кайфово, и я благодарен всем, включая продюсеров и уборщиков, как я люблю называть всю команду, за эту работу, проведенную вместе с ними, и спасибо им огромное. За то, что они были все это время со мной, потому что ребята уже год играют этот спектакль, но когда вводит человека совсем... Ну, конечно, другая история. И я вот только сегодня осознал, насколько это круто. Что за роль у тебя, Стас? Я играю пастора Мандерса. Так. Это священник. Много ли слов у пастора? Много слов. Там и слова есть, и действия, и хореография. Это юмористическая роль? Или это серьезно драматическая? Я понимаю, что все люди, которые привыкли видеть меня в образе Антона Мартынова... Я тебя спрашиваю, я рассказываю. Вот, они сначала... Некоторые писали, думали, ой, а как же, как же? Да нет, ребята, расширяйте свой кругозор, я всегда говорю. Вот придите и посмотрите, как человек играет драму. У меня есть спектакль, там один размазня. Мы работали, люди приходили на спектакль. Конечно, потом мы ходили и говорили, ой, да, извините, мы думали, что вы только в юморе можете работать. Итак, мы узнали про два спектакля, давай, что еще на 18-й год? Какие еще задумки? Что еще? Боль, мое. Посмотри во внутренний ежедневник головного мозга. Есть еще один проект, который, опять же, совместно с каналом... Может, не с каналом, я буду не так говорить, наверное. Проект Comedy Club Production. Но я, наверное, пока о нем не буду говорить. Когда скажешь? Когда все состоится, когда на бумаге все будет запротоколировано, когда дадут команду, пиар-отдел, что об этом можно говорить. Ну, просто я, знаете, вообще в приметы не верю, но вот в эту примету стал верить, когда о чем ты говоришь, это срывается. Это раз. Во-вторых, такой момент чисто корпоративная этика с уважением отношусь к тем людям, которые... Нельзя раньше времени говорить. Мы сейчас сделаем, потому что нельзя говорить паузу, а потом вернемся. Дорогие друзья, Стас Ярушин сегодня в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Вы чувствуете, что пятница набирает обороты. Да-да-да, все благодаря визиту Стаса. Вообще так недели быстро летят. Ну, у тебя, наверное, и года-то быстро летят с твоей занятостью. Давай рассказывай, что еще в 18-м году будет. Мне 72. Это ты ощущаешь себя, когда устаешь? Когда просыпаешься с утра уже? Нет, я стараюсь не уставать. Я стараюсь держать себя в форме. Сейчас вот поеду в спортзал позанимаюсь. Знаете, мне спортзал так приводит в порядок полный. Ну, мы видели, как ты канатами машешь. Да, либо по бегу пойду. Так это я люблю все эти темы. Скажи, ну, надо ли сурового тренера, чтобы тебя мотивировать? Обязательно, конечно. Вообще любому человеку, который принял решение заниматься спортом, даже кто уже много в этом знает, конечно, безусловно, нужен человек, который рядом находился. Это тренер. Я занимаюсь тренером, хотя я многие вещи знаю, потому что я бывший хоккеист. Все эти вещи проходил. У нас некоторые приходят в спортзал и думают, чем тяжелее вес, тем это круче. Да нет, можно мелкими мясами классно сушиться. Некоторые ходят в спортзал и продолжают. Много есть. Я сам по себе знаю, что нет смысла в этом. Надо ходить в спортзал и собрать правильное питание. Я занимаюсь тренером. И технически правильно делать упражнения. В общем, друзья, обращайтесь к специалистам. Что у тебя с хоккеем? Играешь ли где-нибудь, хотя бы тренируешься или вообще забросил коньки? Нет, играю. Сейчас просто немножко бытовая история. У меня такой переезд в бытовом плане. Просто у меня ремонт в квартире идет. Я пока временно съехал с квартиры. Потерял коньки, понятно. Вещи разбросаны. Да, месяца два не катался, но сейчас возобновлю всю эту историю, я думаю, уже после Нового года. Поэтому хоккей, это, конечно, вид спорта для меня. Номер один, как и Челябинский трактор. Челябинский трактор, естественно. Ждем побед. Тяжело, но все-таки мы болеем за Челябинский трактор. Спасибо. Сегодня буквально мне позвонили и сказали, скажи адрес, надо приехать в посылку из Челябинска. Это опять коробка новых вещей каких-то, шмоток, символика Челябинского трактора. Вот в этом плане. Да, и постоянно мне руководство Челябинского трактора такие подарки делает. Подожди, но ты приезжаешь, как-то на матчи ходишь. Да, я в Москву, я когда календарь как хелл вижу, я в график себе ставлю игры все Челябинского трактора. И, значит, моя команда знает, что меня вот уже в это время, меня нельзя беспокоить даже. Можно вычеркивать, ничего нельзя ставить в этот день. Ну, по-моему, даже Алена идет навстречу и с детьми. Да, мы с ДСМИ ходим. Вот сегодня я хотел попасть на баскетбол ССК Макаби. Я люблю на баскетбол ходить, Евролигу. Но что-то там я позвонил с местами напряженно. Я хотел с сыном пойти. Ну, значит, мы сегодня побегаем, попинаем в футбол. Вот такая история. Слушай, ну, судя по Инстаграму, Ярослав у тебя тоже хоккеем-то увлекается. Ярослав сейчас больше футболом увлекается. А, вот уже как новые данные. Это папе, как, конечно, удар небольшой. Конечно, я хотел, чтобы... Слушай... Нет, я, Ром, ну, я знаешь как, Ну, хочет в футбол, пожалуйста, в футбол, в хоккей. Я хочу, чтобы он в хоккей играл, да? Это понятно. Но пообщался со своими друзьями-хоккеистами, с профессионалами. Они говорят, что, ну, там большой спорт, он и не нужен. Ну, может быть, они и правы абсолютно. Потому что я смотрю, как ребятам тяжело. Но если получится из него, хоккеист, футболист, пожалуйста, выберет плавание, пожалуйста, плавание. Друзья, мы говорим о человеке, которому три года. Да-да-да-да-да-да. Мы рано говорим. Ладно, чтобы он зомбировался этим, поэтому... Ну, ты хочешь, чтобы у него был ЗОЖ с детства и характер, и физкультура. Ну, естественно. Естественно, хотелось бы. И он видит об этом, всегда приходит и говорит, папа, можно... Ух ты, вот это у тебя рука у меня такая. Я говорю, ну, конечно, такая, но хотя там в три года-то еще. У нас скоро будет песня «Посидел и дальше пошел». Давай-ка о ней что-нибудь расскажи, как это появилось. Я выдумал песню в самолете, полетел из города Краснодар в Севастополь почему-то, и думаю, ну, сейчас немножко лететь, посижу и дальше пойду. Посидел, дальше пошел, что-то-та-та-та-та-та-та. Вышел на улицу, классное настроение было. Вот и что видел? О том, смотрю, девушка идет, смотрю, бабушка реально на внука орет. Все срифмовал, и получилась такая песня, которую мы сняли, опять же, в славном городе Краснодар. Потрясающая атмосфера, 300 человек массовки. Слушай, у тебя в Краснодарском крае мама Ира живет, да, насколько я понимаю? Да, она в городе Геленджике живет, поэтому я сейчас там часто... Да я не из-за этого там, не из-за мамы часто бываю, часто из-за творчества, и сросло что-то мамы, и огромное количество друзей. В общем, я вообще люблю Краснодарский край в последнее время. Город Краснодар для меня это какой-то второй дом с Геленджиком вместе стал. Мы сейчас, друзья, посмотрим клип. Если в вашей жизни не хватает солнечного света, а в Москве, собственно, его не хватает многим, мало кому хватает, если только вы в солярии не ходите, вот сейчас как раз будет возможность восполнить дефицит витаминов. Еще сидит, а скоро уже... Посидел и дальше пошел. Пойдет дальше Стас Ярушин, дорогие друзья. Мы смотрим, слушаем клипы, в том числе и Стаса. Прекрасная работа, спасибо тебе. Спасибо вам огромное. Я вот вообще, спасибо вам огромное. Вот у вас есть Светка моя. И посидел дальше, пошел. Это наша миссия, понимаешь? Хорошую, позитивную музыку продвигать людям. Я знаете, что вот вам благодарен за то, что я вот спокойно стал ко всему относиться к этой всей истории шоу-бизнеса. Раньше было же тяжело, когда не было интернета. Люди приходили на радиостанции, просили, стояли на коленях. А вот как хорошо, когда искренне начинаешь продукт делать. И вы берете хорошие вещи. Правильно, потому что продукт чудесный. Скажи, может быть, какой-то, дашь мудрый уже совет с высоты прожитых лет, с опытом. Да ну я куда ж мне только меня... Попробуй дать совет тем, кому сейчас лет 17-18, которые только начинают. Что, как, на интернет ставить или... Которые начинают с музыкой? Ну, с музыкой. Конечно, на интернет делать ставку больше, но потому что сейчас, вы обратите внимание, популярны становятся блогеры, те, которые работают в интернете. Сейчас на совету им они станут популярнее нас. Интересно было блогерство или просто времени нет? Да нет времени. Я, в первую очередь, наверное, телевизионный человек. Нет, безусловно, мне поступают разного рода предложения. Давай снимать влоги, давай снимать там о жизни, о моей. Мне пока кажется, что это особо никому не интересно. Хотя я подумаю на эту тему. Мне немножко, вот если касается интернет-истории, мне немножко непонятна такая тема. Когда ты выкладываешь там в той же, в том же Инстаграм, да, какой-то интересный продукт, качественный, хороший, да, то его могут посмотреть и там оценить гораздо меньшее количество людей, чем то видео с кривлянием, которое вот... Я не понимаю, когда выкладывают кривляния. То есть надо кривляться, по сути дела. Зачем таланты иметь какое-то? Зачем учиться актерскому мастерству режиссеры? Значит, какому образованию получать творческое, да? Это декоратор, я не знаю, что-то еще связанное с творчеством. Надо просто кривляться. Выходит так, что ли? Падение нравов, друзья. Мне это раздражает. Если вы сейчас покраснели, больше не ставьте лайк вот таким любимым видеороликам. Тогда вот такая... Фу, это... фу. Это не юмор. Скажи, там, где можно покривляться? Например, мультфильм. Кривляться надо логично. Вот, кстати, хотел бы сказать... Вернемся так к сериалу «Универ». Давай, давай. Вот там юмор есть. Там, если есть кривляние, но оно такое редкое кривляние, одно кривляние за 5 сезонов, там это кривляние, оно органичное. А кривляние должно быть органичным. Там построена ситуация, ситком. Это юмор, который выходит из быта, да? И мы не выжимаем из себя там рожи специально для того, чтобы это было смешно. Нет. Вот такие сериалы я обожаю. Там «Универ», «Интерны», да, все время был. Сейчас вот я буду заодно проанонсировать, чтобы люди пошли посмотрели. Давай. Интересный юмор, где органичное кривляние. Зомбо-ящик. Вот. Зомбо-ящик — это проект Comedy Club Production, канал ТНТ, с 23 января во всех кинотеатрах страны. Все звезды канала ТНТ снялись в этой всей истории. И там интересно... Я видел 10 минут буквально из этого полнометражного фильма, но это все соткано из юмористических зарисовок. Сто процентов, я уверен. Я на самом деле осторожно отношусь ко всем таким проектам, но когда я посмотрел именно это, я действительно в голос поржал. Я человек, который имеет отношение к юмору, я могу смотреть и говорить, да, это смешно, это хорошо, это... А здесь я в голос поржал. Я знаю, что можно прийти будет в кинотеатры, сесть спокойно и голову отключить. Как мне говорят, вот мы отключаем голову на ситкомах, на сериале «Универ», мы приходим и домой включаем, а голова отдыхает. Вот так же на «Зомбо-ящик». «Зомбо-ящик» с 23 января во всех кинотеатрах. Молодец. Скажи, ты там принимал участие? Да, у меня есть несколько скетчей, там скетчей 5, где я, собственно говоря, юморил не в свойственном себе юморе, поэтому... Даже так? Да! Даже не в свойственном? Конечно. Хорошо. Хорошо, друзья. Надо же понимать, где юморить, где пошутить, где, может быть, в юморе, там, и песню в юморе сделать, как у меня была композиция «Антон с универа». А вы, кстати, ее не крутите, «Антон с универа?» Нет. Поехали вам подфугиваться. Хорошая радиостанция. Спасибо, что Светка есть. И по себе он дальше пошел. И ждем новые песни, которые появятся... Они есть уже, но весной. 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 Все, ты обещаешь. Обещаю. Это будет пластинка. Я не могу. Дорогие друзья, мы продолжаем общаться со Стасом Ярушиным и очень скоро продолжим обсуждать еще интересную тему, такую тему личную. Оставайтесь в нашей компании, я знаю, что вы это любите, но пока две Маши и история под названием «Мы выбираем». Друзья, в основном он в телевизоре, но сегодня Стас Ярушин в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». С другой стороны, для кого-то, опять же, снова в телевизоре. Да, ну-ка. Сам-то смотришь телевизор вообще когда-нибудь? Сам на себя. Ну, когда-нибудь просто есть у тебя время. Ты знаешь, я прихожу, когда домой, я стараюсь смотреть канал КХЛ-ТВ, я потому что хоккей люблю. Угу. Либо «Матч ТВ», но я смотрю именно спорт, ну, больше хоккей я смотрю, я постоянно в теме, читаю постоянно новости хоккейные, слежу за последними новостями обязательно. Потом мне очень нравится смотреть Discovery, там, Animal Planet, вот такие каналы, которые абсолютно, ну, блин, они другие. Мне надоело все это, смотрите. Это мы говорим о человеке, который очень любит спорт. Он сидит на диване и смотрит телевизор. Нет, я имею в виду, когда приходишь там перед сном, либо... Я вообще люблю по телек засыпать. Я не могу вот так прийти домой. Так, надо спать. Нет. Надо спать. Я включаю телек, я понимаю, что вырубаюсь, пульт должен быть рядом. Тык, все. Вот так или нет. То есть нет такого, что приходит Стефания, потом выключает телевизор и говорит, все, папа уснул, все можно. На обратная история, папа выходит и Стефания выключает телевизор. Ты читаешь детям какие-нибудь книжки, может быть, вот как раз... Читали, на ночь читали все время. Сейчас, знаете, настолько режим у детей, да, что Стефания начинает... Ну, ему, во-первых, в 7 утра в садик постоянно. Ей 5 лет, друзья, да. Стефании 5 лет дочери, будет 6 вот сейчас, в январе месяц. Да. Ярославу 3,5 года. В последнее время им бабушка много читает, потому что я вчера пришел в пол первой ночи домой и поздновато возвращаюсь, но вот сегодня я вот у меня больше выходного дня. Что тебе говорит Алена, когда ты приходишь так поздно? Молодец, что ли? Вчера Алена со мной поздно пришла домой, поэтому... Это хорошо. У нас прилетела мама, сейчас мы немножко так можем себе позволить где-нибудь выдохнуть вдвоем, там, посидеть в ресторации, в кафе, поговорить за жизнь, обсудить планы на будущее. Дети в режиме, и они уже сами в 10 часов автоматически спят, да. Ну, конечно, бывают, ну, стандартная ситуация, это не как попить, пописать перед сном, это когда уже засыпаешь, попить, уже воду актерски через «Не могу» пьют. Стефания у нас стала ходить, у нее сегодня третье занятие в школу гимнастического олимпийского резерва, все по гимнастике, художественная история, там все строго, маму не пускают, все с преподавателями отдельно занимаются, и уже попить, хорошо. Ой, я же забыла форму собрать, я говорю, у тебя только послезавтра занятие, она говорит, ну, надо же не забыть. В общем, дети всякими разными способами, как и у всех родителей, пытаются отмазаться от того, чтобы лечь спать. Скажи, это правда, что ты ездил к будущему тестю, к Сан Санычу, вот, и буквально генеральную доверенность брал на супругу, как это? Конечно, я считал, что это правильно вообще, абсолютно. Вот многие романтичные юноши смотрите, слушайте. Да, и те, кто сейчас смотрит замечательный канал Страна ФМ, если ваши дети продастают, и если судьба вашего сына сведет судьбой моей дочери, он обязан приехать и попросить руку. Генеральную доверенность. По взгляду сейчас понятно, все нет. Скажи, ты так же встретишь, как Сан Саныч, тебя? Так же это все быстро будет? Ну, да, наверное, все так быстро. Так, Сан Саныч, ты что? Я свою тесть обожаю. У меня сегодня у тещи день рождения. Как ее зовут? Как ее поздравляю. Как же зовут тещу? Да, как зовут тещу? Татьяна зовут тещу. Она в Томске, я сейчас уверен, что она не слышит нас, но я сегодня звонил, ей поздравлял. Мы не вышли им эту запись. Многие шутят про свою тещу и некоторые ворчат на своих тещ. У меня потрясающая теща. У меня вообще потрясающая теща. И я всевозможные стараюсь уделить им внимание, особенно летом. Скажи, у нас минутка остается. Как ты думаешь, ну, буквально секунду в 30, в чем твой секрет успеха? Почему вот у тебя все выстрелило? Расскажи, как думаешь сам? Коротко, если сказать, что, ну, тут надо, чтобы все срослось. Трудоспособность, да, я не знаю, постоянная работа над собой, друзья, связи. Нужно вместе оказаться, в нужное время. Когда меня спрашивают, как так, я говорю, вот надо, чтобы все соединиться, потому что очень тяжелая, творческая история очень тяжелая. Я желаю каждому, чтобы все срасталось, потому что мне тоже было и плохо в этой жизни. И твое коротенькое пожелание на Новый год. Да, ребятушки, будьте счастливы, мирного неба над головой, потому что то, что сейчас творится в стране, не в стране, а в мире, да, все это, конечно, тяжеловато. Но я желаю вам терпения и мир вашему дому. Главное, чтобы все были здоровы. Спасибо, дорогие друзья. Стас Ярушин был в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Большое спасибо. С наступающим. С наступающим, а страна. Слушайте «Страна.ФМ». И смотрите тоже. Стас Ярушин. Пока. Продолжение следует.